Причина неисполнения районного бюджета за 2017 год, итоги завершающегося полугодия по собираемости налогов и платежей, состояние работ, проводимых в рамках инвестпрограммы, а также вопросы подготовки к предстоящему празднованию 25-летия Дня независимости и победы в Отечественной войне народа Абхазии, главная тема разговора между президентом Абхазии и главой администрацией Гудаутского района. Бюджет района тесно связан с курортным сезоном. В прошлом году по объективным причинам было недополучено порядка 37 миллионов рублей, поэтому многое в Гудаутском районе сделать не удалось. 37 миллионов – большая сумма для нашего района. Мы рассчитывали с помощью этой суммы сделать кое-какие мероприятия, это и по образованию, и по медицине, и по селам, но с помощью дотации, которую мы ежегодно получаем с республиканского бюджета, хочу поблагодарить кабинет министров, потому что, несмотря на сложности прошлого года, они вовремя датировали наш бюджет, поэтому мы сумели без особых задержек заплатить заработную плату всем бюджетникам Гудаутского района. Глава государства обратил внимание на необходимость усилить в этом году работу по выявлению всех действующих туристических объектов. Мы уже не раз обращали внимание на то, что многие наши гостиничные, даже комплексы, которые представляют собой красивые, добротные здания, которые принимают значительное количество людей, представлены как гостевые дома. Часть этих структур раздроблена на так называемые индивидуальные предприятия, которые практически уходят совершенно в другую форму взаимоотношений с государством по выплате соответствующих платежей, и мы практически недополучаем. Я хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание. Все эти объекты должны быть четко зафиксированы, и все они должны платить все причитающие государству налоги. Руслан Ладария сообщил, что уже создана комиссия, которая занимается этим вопросом. В рамках российской инвестпрограммы 2017-2019 годов на благоустройство Гудаутского района выделено порядка 1 миллиарда рублей. Глава района рассказал, как идут работы по реализации всех проектов и на какой стадии они находятся. Основная часть работ должна закончиться в 2019 году. Это у нас сейчас две школы в селе Лыхный в городе Гудаута, детский сад в Новом Афоне, это что касается образования. И в основном с водоснабжением у нас водоснабжение сел и водоснабжение города самого. Там идут большие работы, особых проблем нет. Единственное, кое-где недодокументировано, если так сказать, потому что в связи со сжатыми сроками, в основном начали осенью и зима, они успели везде. Я думаю, что та организация, которая занимается этим, они вовремя представят документы. На данный момент за счет средств республиканского бюджета в Гудауте идут ремонтно-восстановительные работы в Музее боевой славы. Ко дню победы в Отечественной войне народа Абхазии эти работы должны быть завершены. Необходимо также обратить внимание и на санитарное состояние города, подчеркнул президент. Глава государства особо отметил энтузиазм инициативной группы, которая за свои средства занимается укладкой тротуарной плитки на набережной Гудауты. То, что инициатива молодых людей, которые включились в процесс облагораживания города, то, что они за свои собственные средства сегодня делают набережную, это нужно приветствовать, им нужно помогать. Удивительно то, что когда мы от имени государства делаем соответствующие работы, сметы колоссальны. Здесь же ребята делают свою работу за свои средства, и объемы затрат далеко отличаются от наших сметных иногда документов. Да, согласен. Вот мы должны кое-чему научиться у наших людей. После встречи с Русланом Ладария, президент Рауль Хаджимба и премьер-министр Геннадий Гагулия совершили рабочую поездку в Гудаутский район, где ознакомились с ходом работ на некоторых объектах. В музее боевой славы имени Сергея Дбар, о котором шла речь и на встрече, ремонтно-восстановительные работы начались еще в 2012 году. Но из-за отсутствия финансирования они так и не были закончены. В конце 2017 года на восстановление фасада из республиканского бюджета были выделены порядка 12 миллионов рублей. Но чтобы завершить все работы, необходимо еще немало средств. В рамках инвест-программы в Гудауте близятся к завершению работы по капитальному ремонту четырех главных улиц – Дзидзария, проспекта Героев, 4 марта и Ардзинба. Здесь уже проложены новые водопроводные трубы и проведена ливневая канализация. До 30 сентября появится новое асфальтобетонное покрытие. Проделанной на данном этапе работой президент остался доволен, но необходимо ускорить темпы по завершению недоделок, подчеркнул глава государства. Рауль Хаджимба побывал также и на набережной Гудауты, где группа молодых людей за собственные средства укладывает тротуарную клитку. Президент лично поблагодарил их и отметил, что такая инициатива может и должна стать примером небезразличного отношения к родному городу.